добрый день друзья добрый день поскольку у меня скоро будет день рождения я хочу вам предложить вашему вниманию закусочный наполеончик наполеончик это очень вкусно этот рецепт у меня появился наверное лет 30 назад поэтому этот рецепт я по праву хочу назвать уже давно-давно полюбившийся нашей семье это не сладкий пирог это закусочный наполеон поэтому оставайтесь с нами я вам расскажу рецепт простой приготовлении все просто быстро вкусно как я люблю ингредиенты самые простые доступные каждой хозяюшке так что всех вам благ оставайтесь и сейчас я вам все все покажу друзья а для нашего приготовления наполеона мы приготовим тесто значит я взяла два с половиной стакана муки просеяла взяла пачечку маргарина но у меня вот здесь дешевое масло сливочное поэтому но по рецепту идет пачка маргарина дальше стакан сметаны либо жирного кефира я взяла кефир 1 яйцо 1 столовая ложка сахарного песка чуть-чуть адыгейской сольки и пол чайной ложечки значит соды для начала мы прям в муку сейчас перетрем наш масло или маргарин добавим все остальные компоненты и быстро замесим тесто маргарин мы перетерли и сейчас просто вот так прям размешаем с мучкой а далее добавим все остальные компоненты друзья ну вот такое тесто у нас получилось мягкая приятненькая ручкам такое не липко видите вот хорошее тесто сейчас я его вот так разровняю и разделю на пять частей вернее 4 у нас части будут одинаковые а пятая часть будет совсем маленькая намного меньше чем все остальные и буду не знаю посмотрю может скалкой может ручками значит на противень перед этим пергаментной бумажкой и буду выпекать до красивого кремового цвета но не чтобы знаете пекла я это очень давно если честно даже не помню выставлю духовку на 200 градусов и может я думаю что минутах 10 понадобится на каждый коржик ну как то так а сейчас настолько тесто податлива и мягонько я думаю что я наверное просто разровняю ручками не буду даже скалку брать вот так и разровняла потому что все равно я потом буду делать форму ну наверное форму прямоугольничка буду делать и вот это все выровняю все четыре коржа сделаю одинаковые краешки эти все я удалю и естественно я наколола тесто вилочкой так вот чтобы оно не вздувалось и коржи были ровненькие вот так поехали в духовку ну вот друзья вот такие у нас коржи получились я их постаралась выровнять то есть на досочку по одному самому красивенькому выровнял все другие остальные и теперь он мы подготовили начинку значит первый слой мы промажем сыр чеснок майонез второй слой мы промажем горбуша собственном соку я вот такую горбушу брала очень хорошая приятно меня удивила так третий слой у нас будет яйцо майонез и четвертый слой мы просто смажем майонезиком и посыпли маленьким нашим коржиком который был малюсенький мы его превратили в крошку и вот так вот все приступаем но вот такой наполеончик у нас в разрезе крошечка безумно вкусная а сам настолько вкусный так что друзья мы уже попробовали очень вкусно вам рекомендую от души рекомендую всех вам благ оставайтесь с нами желаю вам всем мира добра здоровья просто от души оставайтесь и мы вам благодарны за то что вы к нам приходите благодарны за ваши красивые комментарии за ваши добрые комментарии от всей души лариса и сергей пока пока